МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа событий на телеканале Экспресс, студии Димит Густов. Здравствуйте. О главных новостях к этому часу в ближайшие 30 минут. Вот. Оказаться под звездным небом в любое время суток теперь возможно. В Пензенском планетарии прошел первый запуск новейшего оборудования. Мы получаем практически точную копию настоящего звездного неба на этом куполе. Полное обновление как внутри, так и снаружи, пока дети на каникулах в школах. Кипит работа. Кровля у нас 100%, фасад 100% сделан, водоотведение 98%. Лучшие произведения эпохи барокко, как их видят столичные артисты. Концерт классической музыки от московского трио. Наверное, это даже впервые в Пензе будут звучать именно барочные инструменты, исполняющие аутентичную музыку. Ну а начнем с серьезной дорожной аварии. Сегодня на улице Калинина столкнулись бетонная мешалка массы Лада Приора. Все случилось неподалеку от стадиона Первомайский. По словам очевидцев, машины двигались навстречу друг другу. После сильного удара легковушку развернуло на проезжей части. Она, по сути, превратилась в груду железа. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне Лады находилось два человека. 19-летний водитель и пассажир 2003 года рождения получили различные травмы. Их забрали в больницу, в медицинские работники, которые прибыли на место. Человек, находившийся за рулем бетонной мешалки, не пострадал. Однако у МАЗа разбита вся передняя часть лопнула колесом. Еще одним участником аварии стала Шкода. Машина получила незначительные повреждения. Никто из находившихся в салоне кроссовера не пострадал. Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем, опрашивают очевидцев случившегося. По результатам проверки станет ясно, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и тем самым спровоцировал ДТП. А с сегодняшнего утра практически все пензенские автомобилисты вынуждены продумывать альтернативные пути передвижения в центре города. Со вторника, 18 июля и до 20 числа участок улицы Пушкина от Зои Космодемьянской до пересечения Сфолодарского в направлении к площади Ленина перекрыт для общественного и личного транспорта. Свободно себя чувствует на проезжей части только дорожно-строительная техника. На обозначенном отрезке магистрали в ближайшие дни должны уложить выравнивающий слой асфальта. В этом году его капитально ремонтируют по программе безопасной и качественной дороги. Ольц Пушкин через Зои Космодемьянской могут все разъехаться кому куда угодно. То есть в эту сторону. Я просто этот участок не затрагиваю. По возможности, как мы уложим верхний слой покрытия на улице, точнее всего, пересечем перекресток с улицы Ставского, то вполне возможно, там уже откроем. То есть это будет немножко раньше. Для того, чтобы у нас автомобилисты могли по Ставскому уходить на левую сторону Кулакова и в Арбекову кому куда надо. А те, кто едут из Арбекова, только Кулакова, Пушкина, Зои Космодемьянской и уже этот участок объезжаем. Только так, больше никак. После того, как мы здесь работы завершим, у нас еще остается перекресток Пушкина-Кулакова, Зои Космодемьянской. Мы его как раз таки постараемся, я еще пока не готов, но постараемся совместить вместе сделки. Но там будет уже в ночное время, потому что там достаточно оживленный перекресток, который закрывать действительно будет очень тяжело. Стоимость ремонта дороги протяженностью 2 километра, 700 метров, 165 миллионов рублей. По контракту все работы на улице Пушкина должны завершить до 8 августа. Сегодня губернатор посетил Пензенский радиозавод, один из флагманов оборонно-промышленного комплекса региона. Там Олегу Мельниченко показали одну из последних разработок, которая существенно поможет выполнению боевых задач, стоящих перед участниками специальной военной операции. Также глава региона осмотрел и новую мирную продукцию, выпускаемую здесь, и принял участие в совещании с руководством предприятия. Но обо всем по порядку. С первого взгляда обычный российский внедорожник. Однако, благодаря своему техническому оснащению, этот УАЗ «Патриот» – часть мобильного комплекса, предназначенного для обнаружения и уничтожения как небольших беспилотных летательных аппаратов, так и вертолетов, самолетов, а также крылатых ракет противника. Составляющие изделия, оно, разумеется, кроме машины, целиком и полностью производится на Пензенском радиозаводе. В состав комплекта входит комплект командира отделения, который управляет подразделением ПЗРК. Тут представлены не все составленные части. В него входит специализированный компьютер. Сзади находятся средства связи. Специализированный компьютер для подключения к дополнительным средствам типа РЛС. Специализированные очки, предназначенные для введения огня, куда встроена система ориентирования, система отображения, индикации. Губернатор Пензенской области стал одним из первых, кому показали новый комплекс. Олег Мельниченко лично испытал, как работают очки командира подразделения. Здесь система, которая видит. Если вот приложите, вы прекрасно видите карту. Она подстраивается под себя. Ну, в принципе, вы поняли. Там хорошо настраивается. То есть он видит, что у него. То есть он получает целеуказание. Он не видит, что улетит. Но его направляет в нужный сектор, дает команду про жизнь. От военной продукции к самой мирной для тех, кто хлебом нас кормит. В одном из цехов завода губернатор осмотрел новое оборудование для пассивных работ. Несколько вариантов. Это наш ответ зарубежным производителям. Эффективный пример импортозамещения. Мне кажется, это перспективная история будет. Особенно сейчас, с учетом прекращения поставок. Представляется, не техники из-за рубежа, поэтому, мне кажется, это перспективная история. Тем более, если вы выходили на 45 единиц в месяц. Вот мы сейчас уйдем на отеле. После осмотра образцов техники глава региона принял участие в совещании с руководством предприятия, во время которого отметил востребованность продукции завода в различных сферах жизни. Есть перспективный портфель заказов, что дает уверенность, что предприятие будет устойчиво развиваться. Пензенские планетарии – уникальное учреждение, которое появилось в нашем городе в 1928 году. Сначала как обсерватория. Долгое время здание было местом притяжения как жителей, так и гостей города. Все-таки не каждый регион может похвастаться подобным сооружением. В 2011-м планетарии закрыли из-за ветхоти. Реставрировать его было просто невозможно. А через несколько лет начались восстановительные работы. Новое здание возвели на том же самом месте. Оно полностью повторяет историческое до мельчайших деталей. Правда, вот оборудование в нем куда современнее. Часть техники доставили из США и Германии. Это уникальные аппараты, весьма дорогостоящие. Так вот, сегодня в Пензе прошла первая демонстрация возможностей нового комплекса, специально изготовленного для нашего планетария. Все подробности столь ответственного момента. Далее. Над линией горизонта, да, купол 360 на 180 градусов. Это очень точная поверхность, вот на 10 метров диаметр. В любой уголок Вселенной из Пензы уникальный по своей точности аппарат планетарии опробован. Пусконаладочные работы проходят успешно и впечатляюще. Первый показ – сиюминутное шоу «Свет». Полнокупольное проекционное оборудование разворачивается во всей красе. Каждая звезда этого аппарата, а их здесь 7 тысяч, они показываются отдельным световодным волокном. Это создает яркость и, самое главное, точность демонстрации. То есть мы получаем практически точную копию настоящего звездного неба вот на этом куполе. Экран внушительный. Размеры купола – 300 квадратных метров, диаметр – 10. Глубину картинки – неразрывность и качество в формате «Фуллдум». Кроме, собственно, оптического аппарата планетарий, обеспечивает также цифровая презентационная система. А значит, здесь смогут показывать так называемые гибридные шоу, сочетая классическую технологию и мультимедиа. Крупномасштабная структура Вселенной, видите, она трёхмерная. Это вот качество проекции. Вообще, на реконструкцию Пензенского планетария по национальному проекту «Культура» выделялось более 350 миллионов рублей. Каждый этап на контроле губернатора Олега Мельниченко. Самые большие сложности вызвало как раз многомиллионное оборудование. Его заказали в Германии и США ещё в 2021 году. Но страны Запада попытались помешать доставить оплаченный груз по назначению. Например, когда мультимедиа оборудования из Америки хотели привезти в нашу страну несколько раз на самолёте. Мы решили поменять ряд компаний. Через ряд, в том числе иностранных компаний, решили это оборудование транспортировать морем. Соответственно, через одну из компаний, которая имела регистрацию в Турции, оборудование ушло непосредственно в Турцию. Своими глазами оценить возможности нового планетария пензенцы смогут совсем скоро. Ожидается, что свои двери он распахнёт уже в сентябре. Вот уже на протяжении 12 лет в Пензенской области проходят конкурсы профессионального мастерства в разных номинациях. Лучших выбирают среди строителей, дорожных рабочих, электромонтёров, сварщиков и не только. Участники отвечают на теоретические вопросы. Конечно, показывают свои практические навыки. А вот победители, как правило, чествуют осенью всех вместе. Сегодня за победу боролись специалисты, занимающиеся отделкой помещения. Лучшие плиточники региона собрались в одном месте. Они встретились для того, чтобы выбрать сильнейшего. Конкурс профессионального мастерства на призы губернатора Пензенской области проходит в здании новой школы, которая возводится в микрорайоне ГПЗ. Конкурсное задание будет состоять из двух частей. Это выполнение производственного задания. Они будут облицовывать санузлы на первом этаже школы. Второй этап – это сдача теоретического экзамена. Как показывает практика, из года в год теоретические знания наших рабочих серьезно повышаются. И это радует всех. В конкурсе участвуют сотрудники 10 организаций, всего 18 человек. Среди них три мастера представляют строительный холдинг «Термодом». Кстати, именно эта компания возводит современную школу. На улице Измайлова. Дмитрий Малыгин – плиточник с 15-летним стажем. Мужчина в совершенстве освоил любимую профессию. Ну, сначала проверяем все поверхности, потом идет разметка, потом уже приступаем непосредственно к работам. Работа должна быть аккуратной, поэтому плитка, все, работа чистая, очень ответственная. И как бы плиточник, ну такая профессия, сразу видно результат работы. Если работать аккуратно, то есть сразу видно результат, который вы за день, за неделю достигаете. За шесть часов мастера должны выполнить практическое задание, после чего представители конкурсной комиссии выставят им оценки и попросят ответить на вопросы теста. Вот у нас в области действительно такая традиция сложилась, да, во многих регионах такого нет. Значит, у нас ежегодно порядка десяти номинаций. Мы проводим конкурс профессионального мастерства. Это и стройка, и сельское хозяйство, и машиностроение. То есть человек, который принимает участие в конкурсе, он уже готовится к этому, то есть повышает свою квалификацию. Не только как бы в практической плоскости, но и в теории то же самое. Поэтому это очень здорово. Мы это поддерживаем и будем всегда проводить такие конкурсы. Лучшего плиточника определят за один день. А торжественная церемония награждения состоится в сентябре. Тогда будут честовать победителей во всех номинациях конкурса профессионального мастерства. К середине последнего летнего месяца будет завершен капитальный ремонт в 16 школах области. Сейчас в каждой из них, пожалуй, самое горячее пора. Это завершающий этап масштабных восстановительных работ. Учебные учреждения приводят в порядок в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. Каждый объект на контроле властей. Ведь к первому сентября нужно еще успеть оснастить аудитории с современным оборудованием. В одной из городских школ, где сейчас ведутся подобные работы, побывал министр образования Пензенской области Алексей Комаров. Мои коллеги подробнее. Типовая советская архитектура теперь в прошлом. Вместо скучной серой мозаичной плитки – яркие оттенки зеленого. В такие цвета фасад 75-й городской школы решили покрасить из-за места расположения. По соседству – тепличный комбинат. Капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. Начиная с 1987 года – лишь точечные косметические работы. А потому в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования на учебные учреждения было выделено более 40 миллионов рублей. Часть из них – средства из областной и муниципальной казны. Кровля у нас 100%, фасад 100% сделан, водоотведение 98%, электрика почти 100%. То есть фактически на сегодня сделано 80%. Остались двери поменять в кабинетах, ну и мелкий такой внутренний ремонт. К началу нового учебного года полностью преобразятся также спортивные и актовые залы. Средства на их ремонт выделены из областного бюджета отдельно по решению губернатора Олега Мельниченко и при поддержке партии «Единая Россия». Сейчас у нас идет глобальный мониторинг по всем школьным, по всем детским сайдикам, которые у нас участвуют в программе капитального ремонта. И, соответственно, в рамках закупки, модернизации школьного оборудования. Первая партия новых компьютеров, принтеров и мультимедийных экранов уже поступила в 75-ю школу. В начале августа специалисты приступят к установке оборудования. На днях мы ждем, в общем-то, остальное оборудование. Это компьютер 54 штуки и 12 бесперебойных блоков питания. То есть 54 компьютера, фактически два класса для информационных технологий мы полностью обеспечим. Совершенно верно. Сбоев в поставке не будет? Но дело в том, что нет, 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 нет. Приходит вовремя, в общем, все оборудование. А еще этим летом впервые за 36-летнюю историю школы будет обновлено асфальтовое покрытие. По всему периметру уже установлены бордюры. Также в планах руководство учебного учреждения отремонтировать и спортивную площадку. Сегодня мы переговорились с подрядчиками. Достигли соглашения, что образовательная организация будет сдана ранее, потому что мы идем, опережая сроки. В прошлом году Пензенская область ввела шефство над Пологовским районом Запорожской области. Новый субъект вошел в состав в России в 2022-м после освобождения территории. Сейчас в населенных пунктах трудятся специалисты из нашего региона. Восстанавливают объекты инфраструктуры, обеспечивают безопасность. Это и спасатели, и строители, представители совершенно разных сфер. Несколько раз под шефный район посещал и губернатор Олег Мельниченко. Наши люди пытаются вернуть мирную жизнь в поселки, города, несмотря на регулярные обстрелы. Буквально сегодня ночью зафиксировано несколько прилетов со стороны украинских боевиков по городу Пологе. Так вот, для того, чтобы в том числе и о безопасе детей, подарить им настоящее лето в рамках шефской помощи. Наша область отправляет 500 детей из данного района на отдых в оздоровительный лагерь на Крымском побережье. А пока они будут набираться сил перед новым учебным годом, вензенские специалисты отремонтируют местную школу, которая пострадала из-за обстрелов. Еще раз проверить документы, убедиться, что ничего не забыли. К долгожданной поездке дети из Пологовского и Токмакского районов подготовились основательно. Улыбок радостен не скрывает. Многие мечтали увидеться с морем. Мы в том году ездили. Дети довольны. Им очень сильно понравилось. В этом году тоже еле-еле дождались сегодняшнего дня. Так им очень сильно понравилось. Спасибо большое шефам нашим, Пензе, что они нам помогают не только в путевках, а вообще в жизни нашего города. Путевки в Республику Крым приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи. Для ребят будет организовано несколько смен, каждый из которых длится три недели. Отдыхать школьники будут в одном из оздоровительных лагерей города Саки. Поправить здоровье, получить незабываемое впечатление, восстановиться. Перед учебным годом смогут порядка 500 детей из Запорожской области. Сейчас дети уехали в первую смену. На вторую смену тоже есть очень много желающих. И если будет желающих очень много, шефа Пензенской области, как сказал же губернатор Олег Мельниченко, мы готовы еще помочь для того, чтобы все желающие могли отдохнуть. Пока школьники будут отдыхать, пензенские специалисты продолжат готовить детские сады и школы к учебному году. В частности, планируется заменить оконные блоки и отремонтировать фасад образовательного учреждения номер один в Токмаке. Здание пострадало в результате обстрелов ВСУ. Сейчас ненадолго прервемся, а после продолжим. Не переключайтесь. Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Достойная заработная плата. Пенсионное обеспечение. Социальные гарантии. Служба по контракту. Твой выбор. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, вырывается вперед. Опасный момент! Выход один на один. Ииии! Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизни, не спешите обгонять. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать? Или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело – сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. На грани 16-го и 17-го веков в западноевропейском искусстве начинаются серьезные примены. Они затрагивают архитектуру, живопись, скульптуру и, конечно, музыку. Именно тогда и зарождается эпоха барокко. Произведения того времени насыщены символикой. Тогда же создают новые музыкальные жанры, формы, появляется опера. На первый план выходят общечеловеческие ценности. Эпоха дала миру таких композиторов, как Вивальди, Гендель, конечно, и Оганн, Себастьян, Бах. Бессмертные произведения не теряют своей актуальности. Концерт, посвященный творчеству эпохи барокко, прошел в Пенде. Барочная музыка. Не путать с той, что играют в барах. В арт-пространстве дом Бадигина звучат мелодии эпохи барокко. Исполнители из столицы трио «Люминис Артис», что в переводе с латыни означает «искусство света», погружают пензенскую публику во времена, когда творили Антонио Вивальди, Клаудио Монтеверди, Джузеппе Тортини и другие. Музыканты, выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов, играют на старинных инструментах, вернее, их копиях. Она отличается от обычной скрипки тем, что у нее, во-первых, другой строй. Он на полтона ниже, чем у обычной скрипки. То есть, если тут ми, ля, рессоль, то, соответственно, наоборот, скрипки все на полтона ниже спускается. И это нужно для того, чтобы приблизиться к аутентичной манере, потому что в эпоху барокко, предположительно, как раз играли вот в таком строе. Ну и по конструкции тоже. Вот смычок у меня более облегченный. Первый раз в нашем арт-пространстве будут звучать такие инструменты. И более того, я бы хотела сказать, наверное, это даже впервые в Пензе будут звучать именно барочные инструменты, исполняющие аутентичную музыку. Очень радует, что в последнее время артисты сами находят дом Бадигина и поступают запросы на то, чтобы организовать им концерт. В репертуаре «Аллюминис Артис» много разных программ. В Пензе трио представляет «Жемчужины барокко». Марина Шиганова, Никита Засыпкин и Валерий Харламов стараются передать манеру исполнения той эпохи. Перед тем, как скрипка, виолончели, клавесин зазвучат вместе, музыканты рассказывают слушателям о произведении его авторе. Итальянский композитор Изабелла Леонардо и ее соната. Она жила в монастыре, и, соответственно, она впитывала стиль циркового песнопения, который не мог не отражаться в ее собственном творчестве. Из Пензе трио отправится в Саранско-Ульяновск, где также исполняют композиции эпохи барокко. Главная задача снайпера – оставаться незамеченным. Эти стрелки могут поражать цели с расстояния нескольких километров. Причем здесь важна не только меткость. Необходимо учитывать сразу несколько факторов погоды. Направление ветроположения, из которого производится выстрел, элитный специалист, профессионал способен работать в любых условиях. Среди снайперов регулярно проводят соревнования. В нашей области есть полигон, позволяющий принимать подобные состязания. Подробнее в следующем материале. Самое главное – безопасность. Все-таки работают эти мужчины с боевым оружием. Винтовки должны находиться в так называемой пирамиде. До момента, пока участника не пригласят на стрельбище. С гильзы подсчета в патронике торчат специальные флажки. Пенза принимает открытый чемпионат по спортивному снайпингу среди представителей силовых структур, а также любителей. Это стрельба на дальние дистанции. Хотя в Пензе у нас не совсем они дальние. 750 метров для современного снайпинга это не очень много. Но тем не менее, с учетом неустойчивых положений, достаточно сложно. Это значит, что спортсменам необходимо провести несколько выстрелов из разных положений. Всего три огневых рубежа. На каждой точке свои требования. Очень интересное упражнение. Первые два выстрела делаются с трубы на дальность 530 метров. Потом следующие два выстрела делаются и с трубы с левого плеча на дальность 230 метров. Очень интересно познавать. На все это выделено три минуты. Как говорят снайперы, времени более чем достаточно. Состязание проходит на территории, предназначенной для тактических занятий областного управления Росгвардии. Условия полигона максимально приближены к боевым. Традиционно среди сильнейших стрелков пензенские спецназовцы, в том числе и бывавшие в горячих точках. С расстояния несколько сотен метров снайпер должен попасть в цель размером с небольшое блюдце. При этом необходимо учитывать погодные условия, скорость и направление ветра, ландшафт территории. Навести мушку на цель – лишь полдела. Снайпинг – это искусство, которое изучают долгие годы. Сливаешься в одну цель – попадание. Всегда попадание. Своим выступлением довольны сейчас? Пока что да. По итогам двух дней чемпионата призовые места заняли представители каждого из спецподразделений территориального управления Росгвардии. Таким увидели сегодняшний день я и мои коллеги. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. Ну а буквально через несколько минут смотрите программу «Служба быстрого реагирования». Ее автор и ведущий Наталья Васильева уже в соседней студии. Наташа, здравствуй. Ждем всех подробностей. Добрый вечер, Демид. У нас насыщенный выпуск. Итак, о главном. С благими намерениями вымостили дорогу на Чехова. Она превратилась в ад. И в песочницу, и на тротуары хватит. Строительный материал выгружают у частного сектора на Пушкино. Ваш дом попал в программу. Кому повезет жить в отремонтированном многоквартирном здании. Увидимся в 20.00. Наташа, спасибо. Ждем подробностей. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Завтра на западе Пензенской области ясно. Ветер западный 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18. Днем плюс 20, плюс 22. В восточных районах Пензенской области облачно осадков не ожидается. Ветер западный от 9 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем от 20 до 23 градусов со знаком «плюс». В Пензе малооблачно, без осадков. Ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18. Днем 21 градус тепла. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Фондю любит тебя! Продолжение следует...